Ну что, продолжаем муки творчества. Вот у меня есть вот такие вот крючочки. Крючочки тоже очень-очень старенькие. Вот видите, даже печать СССР. Они у нас висели в маминой квартире в Воронеже, когда я была маленькая. И в общем, в итоге я их привезла с собой. Но меня всегда раздражало то, что они золотого цвета, потому что это ни подо что не подходило. Собственно, как и сейчас у меня здесь, это ни подо что не подойдет. Поэтому они должны будут стать серебряными. Для начала, что я делаю? Я их обезжириваю. Вот у меня есть вот такое вот средство для чистки. Вот такое вот. Она, кстати, дезинфицирует. Ну, короче, чистящие средства для пластиковых и других поверхностей. Чищает от пыли, жировых петель. Ну, короче, подойдет. Вот, сейчас я аккуратненько все это протру. И потом пойдем красить. Ну что, я готова. Приступаем. Затем. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, пока сохнет второй слой на крючках, я займусь дальше. Сейчас я буду красить плинтуса. У меня вот такая вот маленькая кисточка, тоненькая. Я их прокрашу, потому что они идут под покраску. Я думаю, что это будет лучше смотреться. В общем, сегодня, видимо, целый день красим. Я все пропылесосила, соответственно, чтобы никаких пылинок не было. Все, приступаю, покажу уже окончательный вариант, потому что, ну как это делать, что? Макаешь в краску и красишь. Ничего сложного. Так, вот, собственно, результат. На самом деле, я неправильно выразилась. Я прокрашивала стыки между стеной и плинтусом. Потому что красить в белый цвет белые плинтуса, ну... Ну, не знаю. То есть я прокрашивала вот эти вот стыки, потому что, когда герметик... Сначала я проходила герметиком по вот всем вот этим вот стыкам. Я имею в виду вот эти вот. Между стеной и самим плинтусом. Вот эти вот стыки я проходила все герметиком, но он подсох и была видна разница. А вот сейчас, после того, как я прокрасила, видите, разницы никакой не видно. Очень даже получилось миленько. Плюс, конечно же, вот все эти ставки прокрасились. Уголочки. В общем, все, ждем, пока теперь это высохнет. Потом поставлю все на место. А пока пойдем смотреть, что там с нашими крючочками. Так, как оно можно закрыть. Уже проветрилось. О, вот они. Серебряные. Кстати, все высохло. Вот я дотрагиваюсь. Все. Пожалуйста, серебряные крючочки. Так. Здесь просто свет так падает. На самом деле, они все хорошо прокрасились достаточно. Хотя вот здесь, вот здесь, вот с этой стороны. Надо сейчас еще раз пройтись. Потому что вот здесь все-таки видно. Значит, украсим еще раз. Вот. Теперь прокрасилась. Теперь опять. Фу. Открываем окно. Закрываем дверь. Ждем. Еще я очень хочу заняться, обработать вот эту вот, не знаю, даже статую, не статую, фигурку орла. Тоже она очень старенькая. Она стояла тоже в Воронеже. По-моему, даже мою дедушку покупал. В общем, хочу ее тоже обработать. Потому что, видите, тут уже некий черный кот грыз. Сейчас нужно все запилить и купить какой-то лак, лаком заделать. Прозрачным. А так она сама из дерева. Ну и, конечно, у нее уже клюв давным-давно обломался. Тоже, может быть, что-то придумать с клювом. Ну, а это на будущее. А пока. Вот сегодня у меня такие вот дела. А вы чем занимаетесь в воскресенье? И в завершении дня теперь еще я буду красить себя. Буду красить волосы. Вот такой у меня осветлитель корней я осветляю. И вот такая вот краска. Песчаный берег. Теперь вы поняли, почему я себя сегодня не показываю. Потому что у меня грязные волосы, грязные руки. Мне нужно еще теперь привести себя в порядок. Ну, вот такое сегодня видео о том, как я все воскресенье что-то красила. Все, до этого всем пока-пока.